Вы что делаете? Шапки все одели. Все поддельно. Перчатки, мусорные пакеты, теплая форма одежды. Специалисты КГЛН «Нефтегаза» и школьники 8-й общообразовательной собрались на субботник. И убирать они сегодня намерены не городские парки и улицы, а лесной массив. Лес – это богатство любой страны. Сохранить это богатство на более длительный срок. Такой целью задались участники экологической акции. Это вам не дома убираться, на улице чего только не найдешь. Задача нефтяников и школьников – убрать территорию полностью, какой бы грязной она ни была. Вверенная территория большая, порядка 5-7 гектаров. Соединяет она два святых места – мечеть и церковь. В таком дружном тандеме команда Майдадыров работает уже не первый год. Да и цель у них одна – сделать город Кагалым чище и лучше. Это обязанность каждого гражданина следить за тем, где он живет. Следить не только за собой, но и за другими. В лесу очень много мусора. Это в основном пивные банки, бутылки, в том числе пакеты. Местами, конечно, есть и даже ограждение от заборов. Чем дальше в лес, тем больше не только дров, но и бутылок, этикеток и прочего мусора. В части размещения отходов, несанкционированных свалок, хотелось бы сказать, что ситуация критическая. Хотелось бы обратиться к всем жителям города, чтобы каждый не мусорил, начиная с себя. Одна алюминиевая банка или скомканная пачка сигарет не повлияет на экологическую обстановку, считают многие. Школьники готовы поспорить. Только начав с самого себя, можно достичь гармонии в окружающей среде. Организаторы «Субботника» надеются – хороший пример заразителен. Нужно начинать с себя, потому что каждый человек, он должен понимать то, что лес – это тоже какая-то часть города, в котором он тоже гуляет, тоже имеет какой-то свой общий смысл вместе с ним, и он должен быть чистым. Думаю, что каждый человек должен подавать пример другому, потому что, например, то же самое, как и маленькие дети, они смотрят на взрослых и берут с них пример. Фольга исчезнет с лица земли только спустя сто лет. Срок разложения алюминиевых банок – пять веков. И хуже всего поддается этому процессу стекло – целое тысячелетие. Об этом немногие знают, но отлично осведомлена юный борец за чистоту Ольга Михайлова. Здесь очень много пластиковых пакетов, бутылок и так далее, и пластик достаточно долго разлагается, и потом еще передает свои химикаты в почву. И это может негативно сказаться на росте нашего леса. А так как тайга считается зелеными дыханиями планет, то, думаю, человеку не стоит такого допускать. Благодаря такому экодесанту лесное царство стало намного чище. С годами эта территория все больше принимает первозданный вид. Это отмечают все участники акции. Нынче хотелось бы отметить, отходов, конечно, мусора стало меньше. В прошлом году было значительно больше. Но мы соберем все, что есть, ничего не оставим. Как наш лес поживает? Ну, по сравнению с прошлыми годами, видать, народ стал более... Порядочный. Ну да, порядочный, наверное, относится как-то. Ну, может быть, снег еще не весь, конечно, шел. Может быть, еще будут подснежники. А в Левобережье на циркуле трудится отряд пятиклашек и специалистов общества ТПП ПОВХНЕФТЕГАЗ. Убираются на так называемой тропе здоровья. В этом году мусора намного меньше, чем в прошлом году по сравнению. Это довольно-таки очень радует нас, что люди все-таки стали относиться к природе бережнее. Традиционно с ребятами мы провели игровые мероприятия. Пятиклассники, конечно, понимают значимость эко-акции, но пока в силу возраста проблемы не озадачены. Дети извлекают свою пользу. Поиграли на свежем воздухе, изучили местные достопримечательности, познакомились с животным миром. Я сегодня увидел выдру, которая плавала в речке. Я так восхищен. Вообще такая классная выдра была. Она грибла так. Мне очень понравилась. Я за экологией. Вот Белочка гуляла, с нами хотела. Хотела? Да. Немного. Вот. Ну, я рада, что сюда поехал. Нам дали пошительные призы, все такое. Мне флешка досталась. 8 гигабайтов причем. И такой приятный подарок, флешку на 8 гигабайт, получили все участники акции. Субботники в городе продолжаются. Ведь нефтяники и школьники – за чистый город. Юлиана Сотник, Евгений Скляров. Специально для программы «В курсе дел».